Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сталинские репрессии были? Сталинские репрессии, это три седьмой год Ну а это же многие же ассоциируют сталинские репрессии с социализмом? Нет, нет, это конечно ассоциируется со сталинским социализмом Это сталинский социализм, это издевательское название А зачем нам тогда такой социализм нужен, в котором сталинские репрессии? Так не нужен, надо было настоящий социализм А что такое настоящий социализм? Человек человек, друг, товарищ и брат, это Никита Сергеевич сказал Очень хорошо сказал их правильно Совершенно верно он сказал, но дело в том, что... Ну а почему тогда он не прижился, почему он так рухнул-то, почему люди отказались от социализма? Потому что дети с детства, самые маленькие дети, видели, что этот лозунг, который взрослые говорили Они еще считать не умели, а потом начали по школам считать и все довисит Что этот лозунг абсолютно не выполняется и не, так сказать, встречается с издевательством 90% населения А почему это происходило? А ну потому что эгоизм, который характерен для капитализма, он не может искорениться за одно поколение А чем социализм лучше капитализма, скажи? Именно тем, что каждый человек живет так, чтобы все... То есть он трудится по труду, чтобы продукта было нужно в обществе как можно больше Понятно И, соответственно, люди не отлынивают, не уничтожают эти самые... Но это же тоталитаризм, это же отсутствие свободы, то есть... Отсутствие свободы, это не обязательно отсутствие социализма Когда началась война, у нас не было свободы И все люди должны были работать очень тяжело и много Но поскольку они понимали, если они не будут сработать, те, кто остался в турне, которые не попали на фронт То придут немцы и будет еще хуже Это они, конечно, понимают А вот вы говорите, что капитализм, да? Вот такой негативный, да? Негативнее, чем социализм А чем же негативен-то капитализм? Тем, что капиталист налаживает работу не... Когда выбирает, чем заниматься Он не тот продукт товарный старается выработать, который... Легче сделать И который быстрее найдет применение А тот, который Даст большую... Большую прибыль Куда сейчас мир направляется? Куда он сейчас двигается? Ну, я думаю, все-таки к социализму Вот скажите, пожалуйста Вы говорите о том, что социализм Он будет следующей ступенью развития А почему он будет следующей ступенью развития? Потому что все-таки общество идет по линии все большего и большего увлечения потребления населения Да И вот поскольку социализм Который обеспечивает Большую... Большую сознательность человеку Давать больше товаров То он обеспечивает и больше Нужных населения товаров, вот так? Понятно А почему у тебя капитализм неизвестен? Что? А почему капитализм неизвестен? А капитализм очень часто Очень часто заинтересован в том, чтобы Товаров было меньше И чтобы все Создаваемые товары Стоили дорого Не из-за того, что их Хорошо сделали А из-за того, что Не хватает Товаров Сделанных Сделанных То есть нацелены на дефицит получается? А? Нацелены на дефицит Нацелены на дефицит На дефицит, конечно А вот вы говорили про альтруистов и эгоистов Что это такое вообще? Расскажите Ну, по-моему, так сказать Это... Альтруист это человек Который Безлюбил ближнего своего Как самого себя То есть по Христу Альтруист Который Ближнего Причем ближнего Имеется ввиду По земному шару Вот В этой формулировке Ближний Все люди Я люблю всех людей Потому что они люди Потому что вы Со всеми людьми Произошли Одного общего предка От одной обезьяны А эгоист А? А эгоист А эгоист А эгоист Своих родных братьев Хочет объегорить И получить побольше Вот это эгоист А каких больше сейчас? Кого больше? Ну, в разных местах По-разному Наверное, все-таки Пока что Я тут Трудно сказать Все Честные люди Это эгоисты То есть альтруисты А все нечестные Эгоисты Но Тут Будет Очень много Оттенков А каких людей Будет в будущем? Больше? Этруистов Или эгоистов? Нет, ну, конечно Я считаю, что В конце концов Все Эгоисты Перевоспитаются В конце концов Эгоистов не будет И какое-то общество будет? А коммунизм А коммунизм Коммунизм А когда? Лет через сто То есть альтруистическое общество Это и есть коммунизм? Да, да По мере своего созревания А сейчас у нас какое общество? Эгоистическое? Сейчас у нас все-таки Все ближе и ближе к обычному капитализму Но это какое общество? Эгоистическое или альтруистическое? А Эгоистическое Эгоистическое Да Вы сторонник освоения космоса То есть вы сторонник освоения человека вселенной Да А почему человек вот должен двигаться в космос? Скажите Ну Ну Потому что это Это свойство Любого вида Как максимум Это заложено в генах Всех видов Чем Больше Потомство оставит Каждое поколение Тем Больше Больше Вероятность что этот вид не исчезнет И Какие границы то? Без границ Без границ Без границ Чем больше всего лучше Если б был бы коммунизм сейчас Вот То Общество альтруистов Как вы говорите Да Летали бы мы сейчас Ну тем более конечно бы летали Конечно Потому что Просто не смогли Воспитать струк коммунистов А скажите пожалуйста А границы космоса какие? Он безграничен Это как? То есть Считается что По моему 100 миллиардов 100 миллиардов световых лет Это Расстояние До границ космоса Что Если А дальше что? А дальше замыкается Пространство Само на себя Это как? Это что такое? А вот А вот это самое Трудно объяснимое Представляете Нам невозможно представить Четвертое измерение Так А на самом деле оно есть Представляете Живут люди На Плоском пространстве Да И они не знают Что может быть третье измерение Они живут на третьем На плоском пространстве И Думают что если они идут Все дальше и дальше и дальше Будут бесконечно идти По плоскому пространству А на самом деле Уже довольно скоро выяснилось Колумб И Америку открыл И прочее Что можно К Америке достигнуть И с постопа И с запада То есть получается что И получилось что Пространство Земное Так Вовсе не плоская Земля А шарообразная То есть трехмерная Трехмерная Да И То есть люди перешли с помощью Колумба От двухмерного мира К трехмерному Да И так получается что У нас четырехмерный мир Значит у нас Четырехмерный Да Очень 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 много тому Доказательств Но Он доступен только Эти доказательства Доступны только Доступны только очень В очень грамотном Математике людям То есть Самое Лучшее Доказательство Что все Все Особенно Выдающиеся И самые Далекие От нас Самые далекие По расстоянию По смещению Там И в то же время Выдающиеся Астрономические Образования Есть Как На этой стороне Неба Каждому Особенному Вдающему Расстоянию Заходящемуся На расстоянии Там Миллиард Километров И даже Несколько Там Несколько Миллиардов Есть аналогичные Противоположные стороны Понятно То есть замыкается То есть мы его видим И отсюда И отсюда То есть замыкается Само на себя Замыкается И самые Далекие Мы видим И днем И ночью А человек Вообще сам Откуда появился От обезьяны Тут никаких проблем Обезьяны Конечно Человек это плод эволюции Да? Человек плод эволюции Да Понятно А Бог есть? То есть Бог есть В том смысле Что Бог Это человек Это человек Получается Бог придумал Человек Да Да Потому что Потому что Вот все Небесные Все Явления Все Явления Общественные Все Показывали на то Что Все хорошо Кончается А раз так Значит это Бог Обеспечивает Понятно Понятно А как Вы считаете В будущем общество будет атеистическое? Да Конечно А с государствами Что будет? Ну я думаю В конце концов Государство Не будет государства Будет мировое правительство Которое будет Распределять ресурсы Так Чтобы это было Всем Лучше всему Населению земного шара А вот Вы говорите О мировом правительстве А если у нас будет цивилизация Не только на земле А допустим На Марсе На других экзопланетах Других солнечных систем Ну Конечно Так трудно Потому что С Марсом Всякая связь Достаточно трудная И обмен Продуктами Если на Марсе Что-то больше производит Чем им нужно Им посылать Сюда Эти избытки Получать избытки Наши Это Настолько дорого И настолько Что Вряд ли Это будет Так происходить То есть будут Отдельные правительства На каждой планете На каждой планете Но они будут Между собой Общаться Как Как То есть это был Как Своего рода Давать Москвичам Такого нет Все люди Не видят Любых А с национальностями Что будет И национальности Точно так же Когда Сейчас национальности В чем Беда Что Многие Национальности От Дикой природы Не 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 Оторвались Еще Поэтому Но С этого Это Недолго Думали Через 100-200 Уже национальностей Не будет Все люди Переженятся Между собой Разных национальностей То есть Миграционный процесс Который сейчас происходит Это все к тому идет Да А как же Влияние Вот Исламского мира Ну Все Мусульмане Очень скоро поймут Молился 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 Аллаху А он Меня Отобрал Последнее Вот Примерно так И перестанут Верить Аллаху Скажите Что Вы бы хотели Передать Нашим зрителям Что бы Вы хотели Сказать Какие у Вас пожелания Конечно Я понимаю Что Не все Люди Сейчас Альтруисты Но Пришлось Из детей Старайтесь Избежать Эгоистических Поступоков Потому что Потом Эгоистам Будет труднее жить Чем Если Вы хотите Чтоб Ваших детей Все любили Старайтесь Веспитать Из них Эгоистов А вот А вот А что Вы бы хотели Передать Будущим поколениям Это как раз Вытекает Из этого Так в чем же Все таки Смысл жизни Любого человека Смысл жизни Любого человека В деятельности Направленной На сохранение Во Вселенной Разума Добра Добра Кресанты Добра Добра Добра